В преддверии светлого праздника Победы жители из Наурского района отдали дань памяти тем ребятам, которые сложили свои головы во имя нашего светлого будущего. Победа нам досталась трудной ценой, ценой жизни миллионов, тяжёлыми ранениями и увечьями выживших. Новые поколения считают своим долгом не забывать тех, кто ушёл на фронт и больше не смог вернуться на родную землю. Герой Советского Союза Иван Схавребов погиб в 1943 году смертью героя. Он взорвал мост через Днепр. Чтобы отрезать путь врагу к бюсту героя, были возложены венги и цветы. Учащиеся с Наурской средней школы в своих докладах рассказали о жизни героев Советского Союза, о их подвигах. Также исполнили военные патриотические песни. Земляки никогда не забудут подвиг героев и своих детей будут воспитывать в духе патриотизма. Чтобы увековечить память тех, кто не вернулся на родину, в этом году в двух сёлах Исаака-Кау и Балта были установлены бюст и памятник. В селе Исаака-Кау бюст своему отцу установил Павел Одекадзе. Михаил Одекадзе ушёл на фронт, но, к сожалению, не вернулся. Около 40 человек из этого села ушли на фронт. К сожалению, большая часть из них не вернулась. На бюсте также выгравированы имена всех погибших в те страшные годы. В селе Исаака-Кау бюст своему отцу установил Павел Михайловича, заставил Павел Михайлович. В селе Исаака-Кау бюст своему отцу на 4-х. В селе Исаака-Кау бюст своему отцу на 2300 годы. В селе Исаака-Кау бюстная работа на фронт. Исиака-Кау бюстная работа в Руководство администрации и жителей района посетили и вновь построенный памятник в селе Балта. На гранитных плитах высечены именно тех, кто не вернулся с поля боя. Памятник построен у селями сельчан, которые собрали деньги, кто как мог. Также поддержку оказал президент Анатолий Бибилов, руководство администрации района. Большую финансовую поддержку оказал Виктор Джичоев, который проживает на территории Российской Федерации. Мать Виктора Джичоева отметила, что со Знаурского района многие ушли на фронт. Но память о них жива благодаря таким мероприятиям. Мать Виктор Джичоева, руководство администрации района. На гранитной плите художница Алина Зыгоева изобразила солдат. С пистолетом строительными работами занимались местные ребята – Вадим Бибиев и Анатолий Джичоев. Глава администрации Знаурского района Алексий Укаев поздравил всех жителей республики с предстоящим праздником – с Днём Победы над фашизмом. Алексий Укаев поблагодарил прежде всего местных жителей, которые выразили инициативу установления памятника защитникам Родины. Глава администрации Знаурского района – Вадим Бибиев и Анатолий Джичоев. Глава администрации Знаурского района – Вадим Бибиев и Анатолий Джичоев. Глава администрации Знаурского района – Вадим Бибиев и Анатолий Джичоев. Глава администрации Знаурского района – Вадим Бибиев и Анатолий Джичоев. Глава администрации Знаурского района – Вадим Бибиев и Анатолий Джичоев. Глава администрации Знаурского района – Вадим Бибиев и Анатолий Джичоев. Пройдут годы, но мы, потомки, всегда будем помнить бессмертный подвиг советского народа.